Я не знаю, наши ученые такие мудреные, такие мудреные, а до сих пор не смогли придумать холодильник с прозрачной дверью. Ну, чтобы можно было подойти к холодильнику, постоять, обдумать, что пожрать, ну, не открывая дверцу. А вы знаете, что пессимист спит с ножом под подушкой? Хотя оптимист тоже спит с ножом под подушкой. А вдруг кто-то тортик принесет? В детском садике две маленькие девочки общаются между собой. Одна говорит, Олька, а у меня папа новый. Да, а как его зовут? Петя. Петя? Да, Петя. Не Иванов случайно? Да. Говорит, Иванов, а ты откуда знаешь? А он в прошлом году у нас папой был. Хороший папа. В парикмахерскую заходит клиентка, садится и готова сделать стрижку, покраску, прическу. К ней подошла девушка, накрыла ее, начинает рассказывать. Говорит, да, я уже не знаю, что делать. Муж каждый день дай ему, и дай, дай ему, и дай утром, дай вечером, дай в обед, дай. И так каждый день. Сидит в кресле и говорит, да, счастливая ты, Валюша. Везет тебе. Говорит, что везет? Дай ему набухло. Ночь. Только лягли, только заснули, и сквозь сон слышно бабах, дэнь, дэнь. Я слышу, что-то на кухне. Кто-то на кухне, явно. Думаю, блин, котлеты не закрыли, и это коты там лазят. Я подскакиваю с постели, бегу на кухню, а жена мне вслед. Ебанее эту суку как следует. Я захожу на кухню, включаю свет, а теща, я только одну взяла. Недавно в Рязанском лесу на мальчика Петю напал медведь. Но все обошлось. Мальчик Петя оделся легким испугом и другом Сашей. К одному мужчине пришли гости. Он открывает дверь, и вдруг из комнаты вырывается кот. Он выбегает на улицу, бегает то в гараж, то в сарай, то на чердак, то на крышу, то забегает опять в комнату, какой-то угол. Гости посмотрели на это все, и обращаются к хозяину. Что ты с твоим котом? Он говорит, да не обращайте внимания, я его вчера кастрировал. Так а что он бегает? Да бегает, свидание отменяет. Знаете, хочется ко всем вам обратиться. Вот ко всем вам. Ну где справедливость, скажите мне. Вот скажите мне честно, вот так положа ногу на ногу. Где справедливость? Вот у меня сосед, врач-гинеколог. Я у него спрашивал, там тоже нет. Вот раньше я думал, Эйнштейн, теория относительности, и никак не мог понять, что это такое. Но вот недавно понял. Как-то я стоял у закрытого магазина, ну полчаса, может даже больше, а там на нем была табличка. Буду через 10 минут. Друзья, вот на днях получил пенсию. Решил поехать отдохнуть. Доехал в аэропорт. Вы не знаете, где в аэропорту можно отдохнуть? Да, друзья. Весь ваш жизненный, богатый, накопленный опыт весь он идет на смарку. Да, когда к вам подбегает ваш внук и говорит, дедушка, а скажи, пожалуйста, а почему шуршит кулек? Да. В этой жизни не приходится мечтать о несбыточном. Остается довольствоваться тем, что есть, думал Абрамович, пересчитывая свой 12 миллиард. Звонок на радио. Алло, здравствуйте. Это радио? Да, это радио, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот дело в том, что я работаю инкассатором. Сейчас в инкассаторской машине я везу 60 миллионов долларов. Скажите, а завтра точно будет конец света? Умирает старый грузин. Рядом, возле его кровати, сидит его внук. И говорит, дедушка, дедушка, помнишь, когда умер Ленин? Умер ленинизм. Когда умер Сталин, умер сталиннизм. Дедушка Ананий не умирай, а? Один скалолаз поднимается в гору и вдруг неаккуратно перехватывает руку, соскальзывает и падает вниз. Он успевает одной рукой схватиться за маленький корешок. Он держится, этот корешок вырывается, и он чувствует, что сейчас упадет. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется старик. И он обращается к этому скалолазу. Говорит, «Ты это, отпусти руку, я тебе помогу. Я кудесник, выручу тебя. Поверь мне, отпускай руку». Скалолаз поверил, отпустил руку, упал и разбился. Старичок посмотрел вниз и говорит, «Да, хуёвый из меня кудесник». На днях кроссворд разгадывал и попался один вопрос. Слово из девяти букв разновидность клещей. Я думаю, разновидность, клещ, он и есть клещ. Ну, я давай в энциклопедию все перерыл. Разные там клещи, такие, такие на девять букв нету. Ну, я уже, друг у меня, энтомолог, я ему позвонил. Я говорю, знаешь такую разновидность клещей девять букв? Он тоже думал, думал, тоже не знает. Я уже чуть с ума не схожу. Принципиальный вопрос, самому интересно стало. Ну, в следующем номере журнала читаю. Пассатижи. Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу. Ну, и демонстрируют, завели японскую бензопилу. И вот один из лесорубов поднес к ней веточку. Вик! У-у-у, сказали суровые сибирские лесорубы. Ну, тогда второй лесоруб поднес уже бревно потолще. Вик! сказала японская бензопила. У-у-у-у, сказали суровые сибирские лесорубы. Ну, тогда третий лесоруб взял такое дерево потолще, поднес к бензопиле. Вик! сказала японская бензопила. «Ух, ебить твою мать!» — сказали суровые сибирские лесорубы. И тогда один из лесорубов поднёс к японской бензопиле лом. Сказала японская бензопила. «А, блядь!» — сказали суровые сибирские лесорубы и взяли топоры и пошли рубать лес.